Город готовится к паводку. На чеку все коммунальные службы. Энергетики филиала ПАОТ и Плюс провели подготовительное мероприятие, чтобы весеннее распутиться не помешало работе ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и тепловых сетей. В среду межведомственная комиссия проверила безопасность береговой насосной станции ТЭЦ-2. Безусловно, мы надеемся на лучшее, но готовимся к тому, что, возможно, ситуация может как-то выйти из-за подконтроля. Нам этого допустить, конечно, нельзя. Поэтому ближе где-то к 20 числам марта начнется уже ежедневный мониторинг уровня воды, тесное взаимодействие всех диспетчерских служб, всех владельцев коммуникаций города с тем, чтобы обеспечить безаварийное прохождение этого паводкового периода. Если уровень воды в районе береговой насосной станции поднимется выше допустимого, то ее работу придется приостановить, пока воду не откачают. К счастью, по такому сценарию события еще ни разу не разворачивались. Все мероприятия, касающиеся именно береговой насосной станции, они по плану у нас до 14 марта должны быть выполнены, но они на сегодняшний день все выполнены. Это и дренажные насосы, и дополнительные мешки с песком, если появится критическая ситуация по переполнению, по повышению уровня речки выводить выше допустимых проектных. Ну, чего в принципе не было. Поэтому у нас все готово. Администрация убедилась в этом, проверила. Я думаю, все правильно делают и мы в тонусе. Представители мэрии отметили, что прошлогодние замечания по безопасности насосной станции устранены. Персонал подготовлен. На случай ЧП зарезервированы дополнительные бригады. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.